Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу оставить свой отзыв на все эти крема, которые находятся перед вами на экране. Если вам интересны такие видео, оставайтесь со мной. Небольшая ремарка, эти все крема стоили менее 300 рублей. Итак, погнали! Итак, давайте поговорим с вами о коллекции компании Nivea. Крем для лица ночной, антивозрастной. Крем для рук и крем для кожи вокруг глаз. Итак, как говорится на упаковке, антивозрастной, разглаживает морщины, повышает упругость кожи, глубоко питает без жирного блеска. Можете поставить на паузу, чтобы вам было лучше увидеть состав. По консистенции он такой жирненький, очень хорошо впитывается. В принципе, мне он нравится, но многие говорят, что этот крем приводит к черным точкам. Извините, я не врач, не косметолог, декомедон или как он там называется, точно не знаю. Но эффект мне нравится. Я им пользовалась на работу, брала его всегда с собой. Видите, почти использовала всю баночку. Но как бы так, он у меня в рабочей сумке валяется, поэтому я им еще пользуюсь. Липкой пленки он не оставляет, ощущения на коже очень даже приятные, поэтому, в принципе, за свою цену я его могу посоветовать. У меня кожа сухая, скажем так, возрастная категория 35 с плюсом. В принципе, да, меня устраивает. Ночной крем глубоко питает, успокаивает и восстанавливает, быстро впитывается, не оставляет блески. Да, я могу это подтвердить, оно так и есть, жирности не чувствуется. По консистенции он точно такой же, как и антивозрастной. В принципе, я его тоже использую на работе, он у меня всегда в рабочей сумке валяется, поэтому я его тоже могу посоветовать тем, кто не боится черных точек или чего-либо еще на лице. У меня таких проблем после него не было. Покажу вам состав, кому интересно. Как еще раз повторюсь, я не доктор, не косметолог, поэтому в половине химических ингредиентов я не разбираюсь и покупаю обычно средства так на пробу. Что подошло, то подошло. Крем для рук, увлажнение и мягкость, алоэ веры и масло ЖОЖОБА. Состав. Пожалуйста, если вам интересно, можете увидеть. Что я могу сказать про этот крем? Крем, как крем, никакого увлажнения и мягкости он не приносит. Обыкновенный крем. Точно такие же крема можно найти намного дешевле, той же самой чистой линии, либо еще какие у нас есть конторы, компании, которые выпускают. В общем, вы поняли, любой другой крем может спокойно его заменить в 2-3 раза дешевле. Крем довольно густой. Сейчас я вам покажу. Впитывается быстро. Не оставляет никакой липкости после того, как впитается. Ну, говорю, если у вас действительно сухая кожа, особенно зимой, и вы хотите привести свою кожу в порядок, это не тот крем, который вам нужен. Можете не тратить свои деньги. Крем вокруг глаз Makeup Expert для чувствительной кожи вокруг глаз. Экстракт лотоса и масла виноградных косточек. Состав здесь не написан. Он был написан на коробочке, которую я давным-давно уже выбросила. Он очень-очень густой. Просто невероятно его сложно распределить. Он, знаете, когда его наносишь под зону вокруг глаз, он вначале себя ведет как вот что-то белое, которое никак не может распределиться. Но потом под теплом руки, пальца он как бы, как вы видите, хорошо впитывается. Но он мне не понравился. Он мне не понравился. Он какой-то очень тяжелый. Он прям чувствуется на коже. И, в принципе, никакого эффекта я от него тоже не увидела. Хотя я пользовалась им очень долго. У меня тюбик почти что пустой. Где-то вот так вот, наверное, остаток у меня. То есть я им пользовалась реально достаточно долго для того, чтобы понять, может быть, моя кожа что-то не такое, либо я вообще не такая, либо что-то с кремом. Если он вам подошел, я буду очень рада за вас. Далее хочу поговорить об этом креме. Гене увлажнения L'Oreal Paris сок алоэ. Аква-флюид. Для нормальной кожи и кожи, склонной к сухости. Вот если бы я его не купила за 298 рублей в Ашане по акции и купила бы его так, как мне казалось, что L'Oreal все-таки такая компания и цена, вы знаете, такая среднебюджетная, я бы, наверное, плевалась и ругалась за то, что я выбросила эти деньги. Потому что я плююсь и ругаюсь даже уже сейчас за то, что я выбросила почти что 300 рублей на вот это чудо не чудное. Он выглядит, видите, да, такой, как желеобразка. Что это у нас, какашечка какая-то даже уже здесь появилась. Ну, неважно. В общем, он никакого не увлажнения, ничего не придает коже. Он остается липкой пленкой. Если вы, допустим, помыли посуду или руки прикоснулись к своему лицу после всего вот этого нанесения, вы прям почувствуете, как ваша рука скользит по нему. То есть он реально остается пленкой. Я вот, он у меня уже сколько месяцев. Я все никак не могу к нему прийти, чтобы его добить. Он у меня так и стоит. Не советую. Так, Косми Аквакер. Дневной крем и ночной. Написано с гиалуроновой кислотой. Выглядит он голубого цвета. Видите, я почти весь его использовала. Он мне понравился. Он реально мне понравился. Он очень легкий. Очень легкий. У него очень приятный запах. Стоит он недорого, дешевле 300 рублей. Но он действительно мне нравится. Все, что я могу правда сказать, он скорее всего на лето. То есть в холодные времена, когда у вас действительно кожа требует сильного такого увлажнения, если она у вас сухая, он вам, ну, как вам сказать, сильного увлажнения не придаст. Не знаю. Но просто сам по себе крем хороший. Просто вот как, даже знаете, перед макияжем нанести его, он такой придает прям мягкость кожи. И тональный крем на него ложится очень хорошо, без всяких там, ничего не подчеркивая. В общем, он мне действительно понравился. И я его, видите, добила. Состав он указан на коробочке, которую я выбросила. Здесь просто написано, что это крем-гель дневного и ночного действия. Хотите попробовать? Советую. Дальше у меня вот такой освежающий крем для лица увлажняющий. Тоже Космия. Тоже куплен был в Ашане. Сделан в Европе, как написано. Он у меня почти пустой. Видите, он уже стоит. Я его просто оставила для того, чтобы сделать обзор. Уже подсох. О, пукает. Сам по себе крем неплохой. Тоже, я скажу так, скорее всего, он для молодой кожи, у которой нет никаких проблем. Так увлажнить. Но не более того. Для моей кожи он уже слабоват. Еще один крем для чувствительной кожи. Тоже увлажняющий, тоже Космия. Космия. Работают они одинаково. Тоже его не выбросила. Показать вам. Также он работает, как и тот, который... Походу дела, у меня даже уже и закончился. Не хочет выдавливаться. А вот чуть-чуть пошел. Я его, видите, как пустой тюбик. Табила, оставила для обзора. Он более такой жирный, чем тот, который освежающий. Но никакого тоже действия и эффекта от него, в принципе, я не вижу. По крайней мере, опять еще раз могу повторить. Либо это для суперидеальной кожи. Какой-нибудь нормальной, не склонной к сухости. Так, для того, чтобы немножко увлажнить перед нанесением макияжа или какие-то вот сухие, маленькие там частички кожи. Приложить, пригладить и нанести макияж. Да, он подойдет. Чтобы увлажнить, чтобы как-то улучшить ситуацию с кожей, он не подойдет. Как бы решайте сами, я не советую. Итак, сейчас поговорим немного о Невской косметике. Как вы видите, у меня несколько одинаковых тюбиков. Вот этих кремов я покупала больше, чем два. Просто я уже бы выкидывала, зачем держать одинаковые. Я все, наверное, в течение полугода пользовалась этим кремом на постоянной основе. Потому что он мне действительно нравился. Очень. Он стоит 50 рублей. Может быть, сейчас цены повысились, но я покупала его за 50 рублей. Он говорит о том, что он питает и увлажняет, выравнивает цвет лица, повышает упругость кожи, борется с утончением. Количество глубины морщин он сокращает и якобы стимулирует синтез гиалуроновой кислоты. Состав пишется на коробочке. Ну, вот здесь вроде бы состав тоже есть. Сейчас попробую показать. А, нет, согласна. Состав там хороший пишут. Я ему давала, говорю, как полгода им пользовалась. То есть, пока я не поняла, что у меня кожа к нему то ли привыкла, то ли у меня что-то с кожей произошло. В общем, он перестал мне давать тот эффект, который он мне давал до этого. И как бы увлажнение перестало... Не знаю, кожа перестала увлажняться. То же самое произошло с этими кремами для кожи вокруг глаз от Невской косметики. Покупала, покупала. В общем, потом поняла, что зря только деньги тратила. Но я его покупала, на самом деле, для работы. Он потому что маленький тюбик. Удобно наносить. Вот он такого... Не полупрозрачного цвета. Очень легкий. Действительно, очень легкий. Его приятно наносить под глаза. Но он ничего не убирает, не тонизирует, не повышает упругость. И уж тем более не разглаживает морщины. Это однозначно. Тоже стоимость где-то 50 рублей. Итак, по поводу этого крема. Он желтого цвета. Я когда в первый раз увидела, я думала, господи, что у меня будет с лицом. Ой, он будет желтый. Но он распределяется очень быстро, впитывается. И желтизна, в принципе, на лице не видна. Тоже вначале мне понравился. Я прям целую неделю ходила. Такая, ой, какой классный крем. Он такой нежный. Он такой... Так делает кожу приятную. Такую, прям вот вкусную. Но через неделю произошло что-то с этим кремом. Либо с моим лицом. И... Он перестал увлажнять мою кожу. Я бы так сказала. То есть я его наносила всегда перед тем, как нанести тональный крем в виде основы. Чтобы, если у меня где-то шелушинки есть, их не было видно. И чтобы тональный крем их не подчеркнул. Но, к сожалению, через неделю все тональные крема, которые у меня были, которые даже не подчеркивали никогда какие-то либо шелушинки на моем лице, стали вдруг все показывать. И вот просто любую неровность стали показывать. Не знаю, что такое, поэтому я им больше не пользуюсь. Дальше покупала я два вот таких крема. Гиалурол СД, гиалурол СД, гиалуроновая кислота и гель для интенсивного увлажнения, крем для лица и декольте. Сперва я не могла понять, в чем их разница. Кроме того, что этот у нас в виде геля. Вот, видите, он прозрачный. И он оставляет прям липкость. Прям вот, смотрите, он такой весь. Ну, реальный гель такой. Никакого увлажнения он не дает. Ничего он не придает. Только оставляет липкость противную, причем на коже. Вы сейчас не смотрите, что ее так много. Конечно же, я столько не наношу. Я просто вам для примера показываю. Ну, в общем, отвратительная штука. Разглаживает мелкие морщинки, подтягивает структуру кожи. Способ, состав. Вот вам состав, пожалуйста. Но я бы его вам не рекомендовала. Стоит он тоже 50 рублей. Следующий, гиалурон кислота. Я на него тоже никаких надежд не испытывала. Помню про вот этот первый гель. Который я взяла, кстати, в фикс-прайсе. Тоже 50 рублей стоил. Но состав у него, пожалуйста, вот здесь указан. Можете почитать. Цвет у него такой нежно-нежно-голубой. Прям просто прелесть. Смотрите. И знаете, что? Этим кремом я пользуюсь на данный момент. То есть, вот он у меня уже 2 недели. Каждое утро после умывания я его наношу. И он мне нравится. Он быстро распределяется по коже. Быстро впитывается. И действительно ощущение увлажненности есть. Прям просто прелесть. Я не знаю, он легкий. Никакой липкости не оставляет. Просто вот кожа. Вот вы знаете, если бы экран или камера могла бы передать вот эту вот нежность, которая сейчас у меня на коже. Я не знаю, прям моментально каким-то образом. Он вот не бархатный, но как будто бы, как вам сказать, попка-младенца. Вот что бы я сказала. В общем, он мне прям очень идеально подошел. Но говорю, я им пользуюсь, наверное, вот 2 недели точно. Сейчас пошла третья. Посмотрим, как он себя покажет дальше. Пока советую. 50 рублей, не такие уж и большие деньги. Можете попробовать его. Купила я его в фикс-прайсе. Он везде продается и в Ашане, и во всяких там Магнит Косметик, или где еще какие магазины бывают. Он везде продается. Дальше покупала я для опробы вот такой Биолита. Крем-уход для лица и крем-гель для век, сияющий взгляд. Получается, это Секрет Сияния. У них такая линейка была. Да, Shine Bright. Вы знаете, я этот крем добила. Просто потому, что хотела уже его добить. Эффекта от него никакого. Ничего у меня не сияло. Это, видите, я добила его так, что даже почти не выходит уже. Этот крем подойдет для молодой кожи. Для зрелой кожи он мне подходит. Потому что, говорю еще раз, он дает такое минимальное увлажнение, как будто бы у вас просто идеальная кожа уже изначально. И вам только чуть-чуть нужно ее просто после жесткой воды как бы сделать помягче. И еще раз скажу. Вы знаете, запах. Видимо, вот этот запах морожки. Он, я не знаю, он меня прям просто выводил из себя. Вот, пожалуйста, состав. Наносится он легко. Он быстро распределяется. Он действительно такой легкий. Легкий при легке. Для молодой кожи. Вот, говорю вам, для зрелой кожи он не подойдет. Это, как знаете, мертвому припарку. Вот, честное слово. Я его добивала летом, когда кожа более-менее становится такая, знаете, уже увлажненная. Не влажная даже, как жирненькая. Вот я его как раз и доиспользовала в летний период. Про этот крем. Если говорить о том, что он из этой же линейки. Тут написано, что против припухлости и темных кругов под глазами сразу говорю, это все фигня. Потому что я специально и хотела его испробовать на себе. Так как у меня работа и дневная, и ночная. То есть у меня смена бывает временных поясов. И бывает, я не высыпаюсь. Бывает, я по 3-4 часа сплю между рейсами. Мне хотелось убирать черные круги. Он, как вы видите, тоже быстро впитывается. Не оставляет никакой липкости. Но и ничего не делает. То есть так. Побаловаться, пожалуйста. Я его тоже добила, тоже летом. Просто потому, что он как бы чуть-чуть увлажняет. Но именно в летнее время. Покупать больше не буду. Так, тут теперь у меня пошел крем, который я покупала от марки Свобода. Написан, крем питательный для сухой кожи Гейрантол. Рекомендован ведущими косметологами с оливковым маслом и оротовой кислотой. Состав, скорее всего, был, наверное, на коробочке, опять же, написан. Активные компоненты крема оливкового масла, оротовая кислота, масло ланолин, пчелиный воск. Я вам сейчас его покажу. Смотрите, он у меня полный, хотя ему уже, наверное, месяцев 5. И я просто не знаю, как его использовать на лице, потому что это что-то с чем-то. У меня уже крематом сыпется. Бедная моя левая рука. Будет так. Смотрите, как он жирный. Его, чтобы распределить по коже, это нужно приложить усилия. И он настолько тяжело ощущается на лице. Вот я все... Видите, он все равно какими-то этими вот... Если близко показать... Он очень жирный. Очень жирный. Возможно, его нужно как-то, может быть, по-другому наносить. Я не знаю. Возможно. Но был у меня еще другой спермацетовый крем. Тот вообще жесть. Этот еще как-то более-менее можно, но после него ощущения мне не нравятся. Поэтому он у меня просто лежит в косметичке. Руки помазать, ноги помазать пойдет. За 50 рублей. Так, два крема от Новосвит. Один гиалуроновый крем-филлер, второй крем-лифтинг. Для кожи вокруг глаз. Против отечности и черных кругов. Состав, опять же, здесь не указан. Состав был, скорее всего, где-то в другом месте, наверное, указан. Не знаю. Не советую. Ничего не делает. Возможно, для кожи молодой что-то он и сделает. Для возрастной кожи, опять же, ни о чем. Просто так. Выкинутые деньги на ветер. Но он очень легкий, быстро впитывается. Очень легкий. То же самое могу сказать и про гиалуроновый крем-филлер. Написано, что он заполняет морщины, восполняет потери. Ничего он не заполняет. Морщины, как были, так и остаются. Вот такой он, полупрозрачный. Тоже покупала его на работу, потому что маленькие тюбики оба. Удобно в рабочую сумку кинуть и пользоваться. Не вижу больше смысла. Все еще в поисках своего крема под глаза. Следующий. Ледяной. Рецепты бабушки Агафьи. Крель. Гель для кожи вокруг глаз. От мешков и темных кругов под глазами. Покупала его, на самом деле, для моей мамы. Думала, подарила ей. В итоге она мне его вернула. И знаете что? Теперь им пользуюсь я. Он такой прозрачненький. Вот он. Теперь им пользуюсь я, потому что он дает такой эффект реально охлаждения. Единственное, что... Конечно же, он ничего не разглаживает. Но охлаждение есть. И чуть-чуть, если вы не выспались, немножечко действительно убирает темноту под глазами. Ну, прям чуть-чуть. Если у вас прям сильные синяки под глазами, он вам не поможет. Но есть у него одна проблема. Это то, что он липкий. И когда он высыхает, кожу чуть-чуть чувствуешь, как бы вот то, что он вроде бы есть. Так-то дискомфорт не приносит, но вот эта липкость мне не нравится. Но пока я им пользуюсь, вот все еще в поисках еще какого-либо геля. Может быть, вы мне посоветуете, какой крем под глаза бюджетный вы уже пробовали, он вам понравился. Я попробую его. Буду очень рада любым вашим советам. Еще один крем. Green Planet, Grape & Suits, антиоксидант, лифтинг, серум с гиалуроновой кислотой, водоросли, виноград. Тоже его било-било-било, не добило. Легкий, очень легкий крем, не оставляет следов, не оставляет липкости, но и ничего и не делает. То есть, ни с морщинками, ни с чем он не борется, улучшения нет. Если хотите просто так, знаете, чуть-чуть увлажнить, без убирания каких-либо своих этих недостатков, как какие-нибудь лапки, не лапки гусиные, можете взять. Я больше покупать не буду. Посмотрите, что произошло с моей рукой после того, как я нанесла кучу всех этих кремов. Но что не сделаешь для вас, мои любимые подписчики. Для сравнения, моя другая рука, на которой не было такой кучи кремов за несколько минут. Давайте продолжим. Купила я в FixPrice вот такие жидкие патчи ночной уход для озоновый круглаз за 50 рублей. Состав указан на коробочке. Я даже не стала выбрасывать коробочку. Можете сами посмотреть. 50 миллилитров за 50 рублей. Выпускает их сей до, насколько я понимаю. Может быть, я неправильно говорю, я не знаю. Выглядят эти жидкие патчи вот так. Жиденькая водичка. Скажу сразу, можете не тратить деньги на это. Запах приятный, но через какое-то время у меня началось просто жжение под глазами, как будто бы химия начинала съедать мою кожу. Поэтому это у меня пойдет в помойку, почти полный пузырек. Попробовала 2-3 раза, и всегда одно и то же было. Так что в помойку. Ну и, наверное, последок закончим вот этими двумя кремами для рук. Сибирское здоровье и что-то еще. Итак, давайте про сибирское здоровье. Для рук и для ногтей крем. СПА-коллекция. Коллекция сибирская роза с экстрактами шиповника, розмарина, французской розы и маслом болгарской розы. Ингредиенты я вам покажу вот так. Можете их посмотреть. Кто из вас разбирается, сами поймете, стоит ли вам его покупать или нет. Выглядит крем вот так. Наносится он легко, быстро, запах приятный. Опять же повторюсь, такой крем подойдет не для сильно сухой кожи, только для увлажнения, после мытья рук. Но если у вас уже есть какие-то проблемы на руках, сильно сухая, допустим, вот здесь бывают тоже такие, знаете, сухие прямо участки кожи, которые хочется прям вот увлажнить на косточках, этот крем не справится. Я его больше покупать не буду. И добить я его все никак не могу. Валяется у меня, пойдет в помойку. Ну и ванильная груша. На самом деле мы купили этот крем, потому что мой ребенок увидел эту кошечку симпатичную. Крем экстра уход для рук и ногтей. Состав. Где у нас тут состав? А вот у нас состав. Пожалуйста, можете почитать. Написано, что этот крем очарует кокетливым и искристым ароматом спелой груши. Запах действительно приятный. Очень приятный запах. Сейчас попробую выдавить. Я его пыталась добить. Он уже плюется. Там осталось вот так на донышке, наверное. Пользовалась им только летом. Тоже после мытья рук, чтобы увлажнить немножко кожу. Так как раньше я руки мыла не в перчатках, теперь я пользуюсь перчатками. Так, побаловаться из-за красивой коробочки можно купить. Если вы хотите прям, как я уже еще раз повторила, увлажнить кожу рук и сделать ее красиво ухоженной, этот крем не для вас. Ну вот, наверное, и все на сегодня. Бедные мои руки. Я надеюсь, вам мое видео понравилось. Подписывайтесь. Я буду продолжать дальше искать бюджетные крема для кожи рук, глаз и лица. И буду стараться дальше снимать вам такие обзоры после тестирования. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok